Аплодисменты Аплодисменты Нашего холдинга Присаживайтесь Ну что, Степан Петрович Я внимательно изучил Вашу трудовую биографию И надо сказать, что Она меня впечатлила Вы трудитесь по полной, правильно? Правильно Вы делаете успехи там, где Другие не справляются, правильно? Правильно Ну что ж, вы знаете А меня удивить сложно Я, как говорится, 47 лет уже Строю на производстве Уже, можно сказать, не один год Руковожу предприятием Мы шли, иной раз Не зная конечной цели И никто нам не помогал Иной раз по-пластунски Иной раз и не доедая И посуху, как говорится И без посторонней помощи Извините Да Вы что спите? На перегоне не надо стоять двое суток Это же государственные деньги Лично проверю Да Сделаем Срок Как обещано Конечно О чем мы говорили? Мы говорили с вами о производстве Так вот Я изучил вашу биографию И должен сказать Она меня очень впечатлила Вы у нас начинали должность моего заместителя. Правильно? Правильно? Правильно. И это все за неполный трудовой месяц. Я вас поздравляю, Степан Детрович. И надеюсь, мы с вами, опережая и невзирая, совершая невозможное и идя вдаль за горизонты туда, как говорится, кто раньше не ходил, сделаем прорыв в производстве, как не прорывался до этого никто. Правильно? Правильно. Верочка, съемку заканчиваем. Выключили камеры? Замечательно. Ну, что скажете? Спасибо, папа. Ишь, как заговорил. Сколько я тебе буду за лямки тянуть. А что ты можешь? Школу не мог закончить. Репетиторов даже по физкультуре ему нанимали. Колобок недоделанный. А институт заканчивали всем холдингом. Хорошо, что холдинг не бедный. Ректору пришлось дачу купить в Португалии. Правильно? Правильно. Правильно. А жене его, Веронике Макаровне, вертолет летать на дачу. Правильно? Правильно. Все пиво в городе выпил, пока учился. Правильно? Правильно. А потом еще жена ректора захотела страусиную ферму. Возили страусов из Австралии. Правильно? А там одно яйцо полтора килограмма. Правильно? Правильно. А у тебя что? Пять встреч с женщинами и пятеро детей. Завтра выходишь на работу и пашешь, как папа Карла. Правильно? Нет, неправильно, папа. Не понял? Тетя Клава уже билеты купила на Ибицу на полгода. Она сказала, что после такого работы я должен обязательно отдохнуть. И мама, кстати, согласна. Она сказала, что я или испорчу в твоей работе, или мне пока доверять нельзя. Я думаю, что это правильно, папа. Куда едешь? Ибице. Точный адрес тебе. Только туда, вот на Ибицу и дорога. Владимир Иванович, ну как кандидат? Хороший парень. Да и я говорю, да не подведет. Научим, если что, подправим, направим и заправим. Конечно. Что? Да нет. Ну какой родственник? Я же Коржунов, а он Коржунов. Я Петр Степанович, а он Степан Петрович. Просто однофамильцы, да. Мы тут его хотим сразу отправить годика на полтора. Повышать квалификацию за границей. За государственные деньги, конечно, конечно, да. Ну а как? Да. Спасибо, что одобряете. Ну, в общем, я вам благодарен. А жене вашей, вот, передавайте привет. Что? Решила, как жена ректора, страусов разводить? Да, конечно, мы помогали. Хочет яйца по два килограмма? Да напряжемся, конечно. Делаем. Заставим этих страусов работать по полной. А, спасибо, спасибо, Владимир Иванович. Обнимаю вас. До связи. Ну? Наибицу, пап, надо. Вот туда тебе и дорога, понимаешь? И чтоб я тебя больше не видел в ближайший год-полтора. Горе ты моё. Ибица ты моя луковая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ